Место встречи новоуренгойских райдеров – гора Мелеста. Здесь ребята своими силами построили небольшой сноупарк с трамплинами, роллерами и трубами для дживинга. Среди тех, кто намерен побороться за первенство, и дети от 13, и девушки, любители экстрима и даже приезжие. Мы уже приезжали на эту песчаную насыпь, она находится рядом с базой Мелеста. У сноубордистов тогда украли снаряжение. Прошло уже больше полугода, его так и не нашли, а сейчас в этой локации стал пропадать еще и песок. Эта территория ознавала времена и лучшие, когда здесь проводили соревнования, и худшие. В 2015 году местные сноубордисты сами провели здесь освещение. Периодически сталкиваются с проблемами. То кабель у них украдут, то песок. Склон на Мелесте новоуренгойцы облюбовали давно. За годы сменилось уже несколько поколений сноубордистов. Катаюсь я здесь лет 10, наверное. Это я ничего не строил, я уже пришел на готовое. Здесь периодически отключался свет. То он был, то его не было. Но, соответственно, когда темно, не покататься. Помимо освещения, ребятам нужна помощь со склоном. Чтобы привести его в порядок, требуется спецтехника. В нынешних условиях кататься небезопасно. Сноубордисты хотят поднять выше грунт и поделить территорию на зоны для катания. За помощью спортсмены обращались к местным властям много раз. И, наконец, получили отклик. Технику им дадут, но пригонят ее после завершения дорожных ремонтов по городу. Ориентировочно к середине октября. Есть решение и по поводу освещения. У нас сейчас очень много демонтируют старого освещения. Я в городе сети кручу. Мы выставим здесь старые опоры с коврыми. Отключимся к сногу, к нашей системе освещения городской. Все равно здесь народ гуляет, на санках катается. Пообещал глава и вагончик для хранения вещей с надежным замком. Напомню, что в 2021 году у ребят из самодельной подсобки украли дорогие сноуборды общей стоимостью почти 400 тысяч рублей. Что касается масштабного благоустройства территории, то власти советуют активистам создать проект. Пока превращать это место в общегородское нельзя. Небезопасно. Нет охраны, инструкторов и ограждения. Сноубордисты поделились идеями с главой. Хотят выиграть грант и открыть джибинг-парк. Он состоит из двух линий. Одна линия состоит из трамплинов. Мы предположили, что там будет начальный уровень и средний уровень. И трамплин в подушку так называемую. И вторая линия – это джип-зона, где уже стоят перила, стоят фанбоксы и остальное оборудование, по которому можно скользить и прыгать. Новоуренгойские сноубордисты – команда «Сплоченная». Рассказали, что в следующем году планируют заявиться на соревнования в трех горнолыжных курортах. Если активисты идею с конкурсом грантов не забросят, то мечта проводить соревнования и обучаться экстремальному виду спорта в городе может стать реальностью. Татьяна Забродина, Алексей Емелев, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.